Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами разговариваем про цветение и пыление винограда. А также поговорим о том, что можно и чего не стоит делать в это время. Сегодня у нас 17 июня и виноград на самом деле только начинает зацветать. Вот эта зилга, у нее уже достаточно много цветочков раскрылась. Как понять, что виноград вообще начал цвести? Смотрите, у нас появляются вот такие вот тычиночки, что говорит о том, что виноград начал цвести. Несколько лет назад вот эта зилга, первые цветы раскрылись 31 мая. Но это было несколько лет назад, когда была хорошая погода, хорошая теплая весна. В этом году у нас весна поздняя, холодная, поэтому цветение только начинается. Хотя вот у нас кустик мукузань и здесь уже даже завязались ягодки. Он у нас самый первый. Также зацветает лондо нуар, но пока что только единичные цветочки раскрываются. Но остальные сорта пока еще готовятся к этому самому цветению. В прошлом году я вам рассказывала, как происходит опыление, но повторюсь еще раз. Смотрите, прилетел шмелик. И хотя виноград растение ветроопыляемое, тем не менее, мною замечено, что очень часто на виноградных цветочках появляются шмели. Итак, как же все происходит? Вот здесь еще много бутончиков. Бутончики прикрыты такими колпачками. И вот смотрите, вот он колпачок. То есть он отчленяется в это время. Тычиночки поднимаются над пестиком, сбрасывают пыльцу, потом разворачиваются в другую сторону на всякий случай, чтобы помочь другим цветочкам тоже опылиться. Напомню, опыление происходит ветром. В некоторых случаях при каких-то неблагоприятных условиях, которые были перед цветением, и особенно у некоторых сортов колпачки могут не сбрасываться вообще. И это может поспособствовать плохому опылению. В прошлом году я подробно это показывала, подробно рассказывала. Оставлю вам ссылку на видео, там это будет хорошо видно. В этом году даже показать не на ком, потому что вроде бы все хорошо. Значит, если колпачок не сбрасывается, некоторые сорта могут сами себя опылять нормально. Ягодка начинает расти, и колпачок таким образом сбрасывается. Но некоторые сорта не могут опыляться таким образом, несмотря на то, что цветок обоеполый. Что такое обоеполый цветок и женский цветок, тоже есть отдельное видео. Я вам оставляю ссылки. Так вот, на этот момент мы повлиять совершенно никак не можем. Можем просто наблюдать и знать, что такое на некоторых сортах бывает, такое случается. Ну, в общем-то, принять это как должное. И вот, смотрите, нашла пример, о котором вам как раз таки рассказывала с колпачками. Вот, видите, здесь ягодка сама опылилась. И вот неупавший колпачок. Но уже ягодка сама его и сбросит. Так, а вот здесь вот колпачки. Они сами не упали по какой-то причине. Да, и видно, что там ничего не произошло. Вот сейчас это все опадет. Ну, в этом году здесь ситуация гораздо лучше, чем в прошлом. Вполне неплохо опыление произошло. Даже несмотря на единичные вот эти случаи низ падения колпачков. И осыпание вот этих неопылившихся бутончиков, назовем их так. А поскольку сорт крупноплодный, то он свое дотянет и получится здесь хорошая, красивая грозда. Также перед цветением бывает, что очень сильно бутончики осыпаются. То есть вот так вот грозда можно потрясти. И часть бутонов будет осыпаться. Такое тоже бывает из-за каких-то неблагоприятных условий. И такое было в прошлом году, я наблюдала. Но в этом случае, если вдруг у вас такое бывает, опять же, некоторые сорта к этому более чувствительны. Некоторые сорта менее чувствительны. Если вы бутончик подтрясли, и у вас с него массово начинает что-то осыпаться, есть рекомендация прищипнуть верхушку. То есть можно пробовать это делать. Ну, вроде бы в этом году все хорошо. Бутончики не осыпаются. Так что будем надеяться, что и опыление пройдет замечательно. Также есть сорта, которые, в принципе, могут плохо опыляться. Опять же, несмотря на то, что у них обоеполый цветок, в таком случае тоже верхушку можно прищипеть вот в момент первого сброса колпачков. Не тогда, когда уже вот так вот гроздочка цветет. На ней много цветочков раскрылось. А вот как здесь. Вот первый колпачок начинает сбрасываться. Вот в этот момент можно эту самую прищипку сделать. Несмотря на то, что большинство цветков опыляют себя сами в момент сброса колпачков, тем не менее могут встречаться тоже определенные проблемы с опылением у некоторых сортов, если у нас будет сильно все загущено листьями. Например, вот здесь у меня все достаточно плотненько. Некоторые соцветия спрятаны вот там в глубине. Здесь у меня Аркадия и Супер Экстра. И Супер Экстра в некоторых случаях может опыляться не так хорошо, как мне бы хотелось. Это не значит, что она опыляется плохо. Опыляется она нормально. Но не так хорошо, как хотелось бы. И в таком случае некоторые листики можно убрать для того, чтобы было движение воздуха, для того, чтобы было движение ветра, и чтобы пыльца могла лучше разноситься. Здесь очень важно соблюдение меры, потому что, помним, листики нам дают питание, в том числе и гроздям. И поэтому мы убираем только очень локально и только то, что действительно мешает. Буквально несколько листиков. Вот смотрите, например, вот здесь, вот с этими гроздочками все хорошо. А вот там, там есть гроздочки, вот им может мешать, например, этот листик. Значит, я его убираю. Не нижний какой-то, вот этот лист, например, зачем его убирать, он не мешает. А убираю тот, который закрывает эту самую гроздь. То есть очень-очень локально. И еще, когда это важно для женских сортов, напомню, что женские сорта сами по себе опыляться не могут. Им нужен опылитель. И, соответственно, нужно движение ветра, чтобы пыльца могла разноситься и попадать на эти женские цветки. Вот еще, смотрите, у меня вот там гроздочки. В глубине, значит, я смотрю, какой лист мне убрать, ну, чтобы чуть-чуть дать доступ воздуха. Возможно, что только вот этот. И этого будет достаточно. То есть делаем все разумно. Надо ли в это время делать какие-либо подкормки, либо обработки? Честно говоря, я ничего не делаю. Можно, можно во время цветения провести обработку, например, гиберелином. Если есть такая необходимая, что это такое, гормон, который может способствовать лучшим завязям. Но с гиберелином надо работать осторожно, читать инструкции. Мы когда-то давным-давно попробовали еще на коренке русской, не увидели каких-то значительных изменений, которые бы нам хотелось. И больше с этим не экспериментируем. Можно работать препаратами типа завязь-бутон, тоже во время цветения. Но это надо читать инструкции и понимать, для чего мы это делаем. Есть сорта, которые очень отзывчивы на это. Вот, например, сорт яся при обработке вот этими препаратами будет давать крупные, абсолютно бессемянные ягоды. Но работать с этими вещами по всем сортам необходимости абсолютно нет. Поливы и подкормки тоже в это время не нужны, за редким исключением. Но смотрите, тоже мы всегда ориентируемся еще на наши возможности. Например, мы приезжаем на виноградник раз в две недели. И у нас уже стоит подкормка, которую надо было бы разлить. Виноград, например, только-только начал цвести. Но мы понимаем, что в следующий раз мы опять переедем, через две-три недели. Но в таком случае, конечно, можно подкормить. Если у нас время позволяет, если острой нужды чего-то делать на винограднике нету, то, конечно, не делаем. Но подвязку мы все равно проводим и во время цветения, потому что активный сейчас рост растений, активно лозы набирают длину, и, конечно, их нужно подвязать. Также может случиться, что во время цветения вы обнаружили на вашей винограднике болезни. Такое бывает. За больше, чем 10 лет нашему винограднику мы столкнулись с таким только один раз. В прошлом году во время цветения у нас выскочила мелью. Что делать в таком случае? Конечно, надо обработать, потому что это говорит о том, что куст ослаблен, кусту надо помощь. И если эту болезнь оставить, она будет еще больше и больше развиваться. Особенно, повторюсь, если мы приезжаем на виноградник нечасто. Но, конечно, в это время мы применяем не системные препараты, а берем любой биопрепарат, который может сработать в это время. Хотя, конечно, любые обработки нужно стараться сделать до цветения. Я вам об этом уже говорила. Если вдруг так случилось, что ваш виноградник во время цветения болеет, и вам экстренно нужна обработка, то не работайте в зоне грозди. То есть пройдитесь по верхним листьям, которые болеют. В принципе, если это вообще какое-то очень единичное поражение, один-два листа, можно просто эти листья срезать, сжечь, и понаблюдать, может быть, ничего больше не понадобится. И вы сможете дождаться конца цветения. То есть вы смотрите по ситуации. И не используйте прилипатель. Особенно в зоне грозди. Потому что прилипатели в данном случае тоже могут ухудшить некоторые вещи в плане сброса тех же колпачков. То есть наша задача постараться сделать вмешательство минимальным. Поливы мы в это время тоже не проводим, за редким исключением. Какое это исключение? Если у нас стоит невероятная жара и невероятная сушь. Дело в том, что для того, чтобы пыльца проросла, смотрите, пчелка даже прилетела, нужна определенная влажность. И если очень жаркая и сухая погода, то несмотря на то, что виноградник будет активно цвести, вроде бы все хорошо, но пыльцевое зерно просто не может прорасти. Потому что сухо. А ему нужна определенная влажность. В таком случае виноградник можно слегка увлажнить. В открытом грунте мы этого никогда не делаем, потому что у нас не бывает настолько жарко и сухо. Более того, мульча, задернение способствует определенной влажности. Например, сегодня с утра, сейчас уже обветрилась, была невероятная роса, все было просто белое. То есть влажность определенная создается благоприятной для растения. Но если у вас голая земля, которую вы еще бесконечно рыхлите, и получается очень-очень сухо, в таком случае можно просто аккуратно увлажнять землю под виноградником. Немного, но создавая влажность, вы создаете в данном случае благоприятные условия для опыления. Это будет такая экстренная мера. Несмотря на то, что увлажнение слегка может понизить температуру, а температура тоже важна для опыления, вообще оптимум 30 градусов. Но в данном случае мы выбираем, скажем так, путь сил меньших потерь. Потому что если мы этого не сделаем, то результат у нас может получиться хуже. Но я думаю, что в очень редких регионах в этот момент стоит реально такая сушь, которая может ухудшить опыление. Но в этом году у нас такая ситуация была в теплице, когда цвела теплица, тоже было в ней очень сухо, и я аккуратненько проходилась дождиком по мульчу, увлажняла мульчу, соответственно, потом шло испарение этой водички. Ну и, в общем-то, это тоже способствовало опылению. Там уже видно, у нас маленькие ягодки идут. Ну а я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку еще, будет ссылка на каталог наших сортов и награды. До новых встреч!